Жертв отравления кухни на районе ввели в кому. Племянница Путина отбирает Лавры Шойгу. Новые санкции против Полины Гагариной. В студии Юрий Белят. Это новости на Ходорковский лайф. Я расскажу вам о самых важных событиях этого дня. Российская армия ночью ударила по Украине шахедами. В налете был использован 21 дрон Камикадзе. 19 из них было сбито. Об этом сообщили утром воздушные силы ВСУ в своей краткой сводке. Шахеды падали в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кириллоградской, Хмельницкой и Львовской областях. Под Львовом при атаке беспилотников разрушено здание НИИ. Два человека пострадали. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Казицкий. Кроме того, как сообщил мэр города Андрей Садовый, повреждение получил многоэтажный жилой дом, в котором выбито 20 окон. В результате атаки дронов пострадал 70-летний местный житель, работавший охранником офисного помещения, также сообщил Садовый. По его словам, ранен и госпитализирован в состоянии средней тяжести. По данным Казицкого, также пострадал 47-летний местный житель, получивший резанные раны и ему оказали помощь на месте. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о российской атаке на окраине города. До этого украинские СМИ передавали, что в Харькове был слышен взрыв. В России же дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находился местный житель. После взрыва водитель получил осколочные ранения. Об этом рассказал в Рио главы Курской области Алексей Смирнов. Позже он сообщил, что в Неме над Медведенским районом области была сбита украинская ракета. Ну а племянница Путина Анна Цивилева всего как два дня на посту за министра обороны уже посетила госпиталь в Хабаровске. Там она вручила награды участникам войны в Украине. Чиновница пообещала вывести социальную поддержку военнослужащих на, цитата, «качественно новый уровень». В своей новой должности Цивилева отвечает за социальное и жилищное обеспечение тех самых военных. Ну а пока Цивилева в Хабаровске и ее дядя в КНДР продолжается визит Путина в Северную Корею. Сегодня он и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из его участников. Ну, по крайней мере, так объяснил Владимир Путин. Ранее он анонсировал этот документ как новый и фундаментальный договор с КНДР. По его словам, этот документ ляжет в основу отношений Москвы и Пхеньяна на длительную перспективу. Корейский диктатор, в свою очередь, заявил, что отношения двух стран, цитата, «вступают в период нового расцвета». Ну, об этом пишет ТАСС. Добавлю, что по информации замглавой миссии США ОВБСЕ Трейси Ньюэлл с конца 2023 года Северная Корея отправила в Россию почти 11 тысяч контейнеров с боеприпасами. Россия в ответ тайно поставляет Северную Корею не все продукты в обход санкций. Об этом заявлял ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Россия и КНДР отрицают эти поставки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Повара зовут Карим Норматов, он гражданин Таджикистана, задержанного обвиняют по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее следователи уже предъявили обвинение гендиректору компании-владельца сервиса кухни на районе Локал Китчен Антону Лозину и главе отдела качества компании Елене Машковой, а также фактическому руководителю производителя фасоли Савон К. Владимиру Шину. Накануне все трое были арестованы. Ранее распотребнадзор заявил, что именно консервированная фасоль стала источником заражения ботулизмом более 150 людей в Москве, Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде. Сегодня днем в прислужбе Нижегородского Минздрава сообщили, что с подозрением на ботулизм в области госпитализированы 16 человек, в том числе один ребенок. Шесть пациентов были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Добавим, что при использовании аппарата ФВЛ врачи, как правило, вводят пациента в состояние медикаментозной комы. Именно в ней находится один из затравившихся. Об этом сообщает телеграм-канал БАЗа. По его данным, речь идет о 33-летнем пациенте, который проходит лечение в Одинцовской больнице. Врачи оценивают состояние Антона как тяжелое, но стабильное. Ни один ребенок в России уже не находится в процессе усыновления за рубеж. Такое заявление сделала витя-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Этот процесс естественным путем сходит на нет. Так она сказала в интервью канала РТВА. Это страшно, когда ты видишь, как снаряды, зарубежные снаряды летят на наших детей. Когда они бьют по Белгороду, когда они бьют по Курску, по Брянску, когда их беспилотники летят в нашу сторону. У меня вопрос, как мы после этого можем доверять самое дорогое, что есть у нас в России. В Госдуме обсуждают запрет усыновления и удочерения российских детей гражданами стран, где разрешен трансгендерный переход. Спикер Госдумы Вячеслава Володина возмутила цитата «политика западных государств в отношении детей». Она, по его словам, ведет к большой трагедии. Председатель Госдумы раскритиковал предложение разрешить детям в Австралии самостоятельно выбирать гендерную идентичность. Не дают ему покоя и страны, где якобы хотят отменить нижний порог возраста для юридической смены пола. Однако он не упоминает, что для коррекции пола требуется согласие родителей и психологическая экспертиза. В своем телеграм-посте Володин написал, дальше будет цитата «Учитывая происходящее на Западе и существующие огромные риски из-за законодательства этих западных стран, наши дети могут попасть в беду. Совершенно очевидно, необходимо принимать решение о запрете гражданам государств, где смена пола разрешена». Ну а тем временем Россия окончательно отказалась от перехода на МКБ-11 – новую международную классификацию болезней из-за традиционных ценностей и борьбы с ЛГБТ. И это ударит по всем, включая военных с ПТСР, людей с аутизмом и с ДВГ. Решение негативно повлияет и на ЛГБТ-сообщество. МКБ-11 дестигматизирует трансгендерность. Теперь же, как нам сказал клинический психолог и политолог Егор Бурцев, цитата, «Людям будут приписывать диагнозы, как это было в режимах диктатуры и авторитаризма». Карательная психиатрия характеризуется тем, что человеку приписывается диагноз, который на самом деле под медицинские критерии не подходит. Здоровым людям могут приписать шизофрению и печь в психушку. Карательная психиатрия опасна тем, что она может распространяться на людей неугодных власти, на политических заключенных и на ЛГБТ, например». Трагедия во время хаджа в Саудовской Аравии. Более 570 человек умерли, более 2700 паломников госпитализированы. Изнурительная жара стала причиной большинства смертей. Температура в мечети Аль-Харам в Мекке превысила 51 градус. Среди погибших, большинство из которых египтяне, есть и граждане России. Один мужчина, три женщины. Такие данные приводит российское генконсульство. В депредставительстве сказали, что смерти россиян наступили по естественным причинам, связанным с состоянием здоровья и возрастом. Лояльная российским властям певица Полина Гагарина может попасть под новые санкции Евросоюза. Об этом пишет EU Observer. По данным портала, в санкционный пакет уже 14-й по счету. Евросоюз собирается включить Игоря Алтушкина, основателя русской медной компании и одного из богатейших угольных олигархов России. А также советника Сечина, Романа Троценко и Тремураза Балоева, которому достались активы Балтики. По данным EU Observer, в Венгрии принятие очередного пакета санкций не препятствовало в этот раз. И это все новости, которые я хотел вам рассказать. Спасибо, что смотрите нас. Не уходите без лайка и подписки. Смотрите другие видео, которые появляются за мной. Для вас работал Юрий Билят, информационная служба канала Ходорковский лайф. Пока. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok